Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия, Православная Церковь совершает память преподобного Симеона Столпника. Преподобный Симеон Столпник родился в Каппадокийском селении Сисан в семье христиан Сусатиона и Марфы. С 13 лет он стал пасти овец своего отца. К этому первому своему послушанию он относился добросовестно и с любовью. Однажды Симеон, услышав в церкви евангельские заповеди блаженств, был потрясен их глубиной. Не доверяя собственному незрелому суждению, он тут же обратился с расспросами к опытному старцу. Старец охотно разъяснил отроку содержания услышанного и окончательно укрепил в нем решимость следовать евангельским путем. Не заходя домой, Симеон направился в ближайший монастырь и после слезных просьб был через неделю принят в число братьев. Когда Симеону исполнилось 18 лет, он принял иноческий постриг и предался подвигам строжайшего воздержания и непрестанной молитвы. Его ревность, непосильная для остальной монастырской братьи, встревожила игумена, и он предложил преподобному либо умерить свои аскетические подвиги, либо покинуть монастырь. Тогда преподобный Симеон удалился из обители и поселился на дне высохшего колодца, где мог беспрепятственно исполнять свои суровые обеты. Через некоторое время игумену в сонном видении явились ангелы, которые повелели ему вернуть Симеона в монастырь. Однако преподобный недолго пробыл в обители. Вскоре он удалился в каменную пещеру, расположенную недалеко от села Геланисса, и прожил там три года, все более совершенствуясь в иноческих подвигах. Однажды он решил провести всю Святую Четыридесятницу без пищи и питья. С помощью Божией преподобный выдержал этот строгий пост. С тех пор он всегда на все время Святой Четыридесятницы полностью отказывался даже от хлеба и воды. Двадцать дней молясь стоя, а двадцать дней сидя, чтобы не дать ослабеть телесным силам. Целые толпы народа стали стекаться к месту его трудов, желая получить исцеление от недугов и услышать слово христианского назидания. Избегая мирской славы и стремясь вновь обрести утраченное уединение, преподобный избрал еще неизвестный в то время вид подвижничества. Он построил столб высотой в четыре метра и поселился на нем в маленькой келье, предавшись усиленной молитве и посту. Молва о преподобном Симеоне дошла до высшей церковной иерархии и императорского двора. Антиохийский патриарх посетил преподобного, совершил на столбе божественную литургию и причастил подвижника святых тайн. Подвизавшиеся в пустыне отцы также узнали о преподобном Симеоне, избравшем такой трудный вид подвижничества. Желая испытать нового подвижника и узнать, угодно ли Богу его непомерные подвиги, они отправили к нему своих посланцев, которые должны были от лица отцов приказать преподобному Симеону сойти со столпа. В случае неповиновения они должны были насильно стащить его на землю, а если бы он проявил покорность, им поручено было от имени отцов благословить его на продолжение подвига. Преподобный проявил полное послушание и глубокое христианское смирение. Преподобному Симеону довелось пережить многие искушения, и он неизменно одерживал над ними победу, полагаясь не на собственные слабые силы, а на самого Господа, который всегда приходил к нему на помощь. Преподобный постепенно увеличивал высоту столпа, на котором стоял. Последний его столб был высотой в сорок локтей. Вокруг него была возведена двойная ограда, которая возбраняла беспорядочным толпам народа слишком близко подходить к преподобному и нарушать его молитвенную сосредоточенность. Женщины вообще не допускались за ограду. В этом преподобный не сделал исключения даже для собственной матери, которой после долгих и безуспешных поисков удалось, наконец, обнаружить своего пропавшего сына. Не добившись свидания, она так и умерла, приникнув к окружавшей столпограде. Тогда преподобный попросил принести к нему гроб и благоговейно простился с усопшей матерью, и тогда мертвое лицо ее просияло блаженной улыбкой. Преподобный Симеон провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из которых 47 он простоял на столпе. Бог даровал ему исполнить в столь необычных условиях поистине апостольское служение. Многие язычники приняли крещение, потрясенные нравственной стойкостью и телесной крепостью, которые Господь даровал своему подвижнику. Первым узнал о кончине преподобного его ближайший ученик Антоний. Встревоженный тем, что его наставник в течение трех дней не показывался народу, он поднялся на столб и нашел его мертвое тело, склоненное на молитве. Это произошло в 459 году. Погребение преподобного совершил антиохийский патриарх Мартирий при огромном стечении духовенства и народа. Его похоронили недалеко от столпа. Антоний устроил на месте его подвигов монастырь, на котором почило особое благословение преподобного Симеона. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память матери преподобного Симеона Столпника, Марфы и святых, мученика Айфала Диакона, мучениц сорока дев Постниц и мученика Амуна Диакона, учителя их, мученицы Калисты и братья ее, мучеников Евода и Ермогена, праведного Иисуса Новина, а также преподобно-мученицы Татьяны Грибковой, мученицы Натальи Козловой. Празднуется собор Пресвятой Богородицы в Миосинской обители в память обретения ее иконы. Черниговская, Гефсиманская, Александрийская, Августовская и именуемая Всеблаженная в Казани иконы Божией Матери. Дорогие телезрители, поздравляю вас с церковным новолетием, а всех, кто носит имена святых, прославляемых сегодня, я сердечное тепло поздравляю с днем Тезаимеництого. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова